Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру зомби против растений и у нас в очереди бонусная миссия пинята. Завершилась бонусная кампания фудфайт и мы возвращаемся в привычную миссию пинята. У нас в этом уровне несколько заданий. Это зеленые побеги, на которые мы ничего не должны садить. А плюс ко всему красная линия, за которую противник не может заходить. А большая часть территории, где мы можем что-то садить, покрывается могилами. Но мы это дело поправим. У нас в качестве вооружения горох есть и ледяной арбуз. Тяжелое вооружение. С нескольких ударов мы практически зачищаем поле от могил. У нас сейчас надвигается большая волна и в очередной раз высаживаем ледяной арбуз. По поводу пинята, думаю, что долго мы ее проходить не будем. У нас самый ближайший праздник это Крисмас, который, если мне не изменяет память, 25 декабря. По этому событию, скорее всего, будет очередная бонусная кампания. То бишь, как минимум за две недели до события, может даже больше, мы уже получим какие-то новые миссии. Тем временем на нас снова надвигается волна. Садим в очередной раз ледяной арбуз, который покрывает всех зомби. Большую часть, не большую, но хорошее количество мы тут убираем. По противникам есть тут еще бык с всадником, с компанией Валфлес. Самый такой опасный противник для нас, потому что этот бык, он кидает всадника вперед. То есть, если он это сумеет сделать, мы проиграем эту миссию. Поэтому надо быть очень внимательным. Получаем сейчас плент. А снова получаем ледяной арбуз. Но, я думаю, что до всадника, скорее всего, в этой миссии дело не дойдет. Потому что арбуз не дает никаких шансов противникам даже приблизиться хотя бы к половине поля. Даже не к половине, а к четверти. Отличное оружие. Особенно, когда у нас прокачано в Зангардене. И просто выкапываю периодически арбуз и садим его снова. Я еще высаживаю горох, но на фоне арбуза он как-то очень меркнет. В принципе, горох даже можно и не садить. Аффект, конечно же, больше будет от арбуза. А снова на нас надвигается большая волна. Как-то эти волны даже и не чувствуются. А мы сейчас получаем монетку. И высаживаем горох на пятой линии. У нас, если дойдет до крайности ситуация, то мы можем воспользоваться дополнительным вооружением. У нас все по одному. Тут есть и зимняя вьюга, и сдув споля, и молния. Ну, я думаю, что до этого, конечно же, мы дело не доведем. Потому что по текущей ситуации мы медленно, но уверенно доводим миссию до конца. Скорее всего, что никаких проблем не будет. Мы завершим на мажорной ноте эту миссию. Снова на нас надвигается волна, которая, скорее всего, будет финальной. Быки тут появляются как-то мельком. Хотя, если бы у нас не было прокачан ни горох, и, конечно же, не был прокачан зимний арбуз, то быки бы появились во всех рядах. Вообще-то, противники сильные. Есть из компании Dark Ages и Wild West таких вот пончо с сильной бронёй, поэтому без прокачанного вооружения мы, скорее всего, с ними бы столкнулись в прямом противостоянии. А плюс ко всему ещё будет. Поэтому прокачанный арбуз очень и очень полезная вещь в этой миссии. Получаем сейчас алмаз. Ускоряем темп игры, потому что я чувствую, что миссия будет продолжаться. до бесконечности. Постоянно идут остатки, которые никак не могут дойти. А получаем сейчас рассаду. И подтягиваются оставшиеся зомби. Довольно-таки сильные противники, как я говорю. То есть, так их просто взять нахрапом с обычным вооружением не представляется возможным. Но с помощью прокачанного вооружения мы проходим эту миссию, и будем скрывать подарки. В первых двух подарках деньги и в третьем 750 монет. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok